На месте аварии груда металла, фура на обочине, перекрытая трасса и десятки сотрудников экстренных служб. Трагедия произошла около 4 утра. На полном ходу 20-тонный большегруз выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. Бригады скорой приехали на место ДТП в течение 8 минут, но пятерых пассажиров микроавтобуса было уже не спасти. Они скончались практически мгновенно. Еще четверых пассажиров оперативно доставили в Чистопольскую больницу. В автобусе Рено было 9 человек. Все они жители Оренбургской области. В Казань каждый ехал по своим делам. Двое пострадавших сейчас в тяжелом состоянии. У других травмы средней степени тяжести. Среди них 16-летний подросток. У всех черепно-мозговые травмы. У одного пациента ушиб головного мозга с гематомой, у двоих сотрясение головного мозга и плюс перелом ключицы. Для оказания помощи семьям погибших и пострадавших создали оперативный штаб во главе с вице-премьером Шамилем Гафаровым. По факту аварии возбудили уголовное дело. Предварительно вина водителя МАНа в нарушении пункта правил дорожного движения 10.1.2.7. Выброс скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения. Водитель фуры – 51-летний житель Удмуртии. По его словам, он за рулем 30 лет и ни одной серьезной аварии. Потянулся за зажигалкой. Секунда. Вы свою вину признаете? Да. Прошу прощения. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается. Дело взято на особый контроль прокуратуры. Юлия Гоглева, Алмаз-Зиадинов, ТНВ, Чистопольский район.